Станция Солнцево. Это Солнцево. Это ютуб канал Жирный Голубь, и мы приехали в район Солнцево. К сожалению, ветер страшный, 19 метров в секунду, и так снимать нельзя. Так что все дальнейшие панорамы этого района мы будем делать на гугл-картах. Вот она первая панорама. Узнаёте местность, да? Смотрите, смотрите, да? Вот тут вот я был, да? Вот здесь вот где-то. Стоял вот здесь, да? Только метро уже было построено, да? Вот тут вот строительство метро, да? Видите, станция строится просто открытым методом, да? Представляете, что творится, да? Вот, если я уже гляжу на метрострой, я расскажу про метро вообще, да? Вот. Короче, такая суть. Большая кольцевая линия сейчас, в данный момент, она плавно переходит на вот эту вот, на Солнцевскую линию, да? Она, то есть, совмещена, да? Так, если большая кольцевая линия отделана вот так вот, вот я вставлю картинку вот здесь, вот так вот отделана, да? То есть, просто промышленный дизайн. Промышленный дизайн просто, вот, никакой отделки просто покрасили, несущие конструкции и готовы, да? Вот и вся отделка большой кольцевой линии, поскольку там большое расстояние потребуется прокопать, да? Вот. Вот. Поэтому она вся будет так отделана, вот. И в то же время Солнцевская линия полная противоположность. Там всё отделано в такие вот серые тона. Вот я покажу пару станций, вот. Вот такая вот, допустим, да? И вот ещё одна. Ну, ещё и станцию Солнцева я вам вот покажу, где-то вот тут вставлю. Вот. Я не знаю, я ещё не нагуглю, есть ли эти картинки вообще. Но я думаю, все уже всё отсняли. Фотографов, жжешников полно. А мы переходим в район. К сожалению, район Солнцева нам достаётся в 2017 году. Но мы пытаемся сейчас пройти вот здесь, да? Может, тут есть новая панорама, смотрите, да? Где-то здесь, давайте. Может, тут уже есть панорама, на которой есть метро, да? Вот. Районы чистенькие и ухоженные, как и Митина, да? Вот. Никакое неприступное, да? Правда. Никакое, ничего такого, да? Вот, видите, да? Вот, вот. Метро уже есть, видите, что происходит? Вот. Право с другой стороны. Станция такая необычная. Вот тут вот выходы, да? Такие с дырками, типа, да? Вот так на крыше, да? Котумыш прогрызл, да? Вот. Офигеть, то есть. На самом деле район очень красивый. Очень красивый, да? Топовый. То есть сейчас Бутово – это центр Москвы. А Солнцево – это почти топчик около центра, можно сказать, да? С этой Новой Москвой-то. И это около центра становится. Поэтому эти районы самые топовые и крутые стали. А раньше они были, конечно, самые опущенные, как говорят, да? Я, конечно, не знаю нифига. Судить не берусь. Опущенные они были или крутые. Вот, даже кто-то, смотрите, там, с этого, с квадрокоптера все показывал, что происходит. Но опять, к сожалению, метро еще не построено. Вот видите, как зима такая, да? Вот. Станция строится, видите, открытым методом по факту-то, да? Просто выкапывают и все, да? Вот и вся станция, блин. Такой метод строительства, конечно, каменный век по своей сути, да? Представляете? Вот это каменный век. Это не метод строительства, это каменный век. Но райончик ничего. Видите, многоэтажные домики. Многоэтажные, новые относительно. Ну, вот какого они года могут быть, постройки? Ну, 80-х и 90-х. Короче, вот это, наверное, уже начало 90-х, да? Вот, наверное, выдали даже в 95-м ходу вот такие дома. Квартиры раздали в 95-м ходу, скорее всего. Я имею такое вот представление, да? Потому что у нас так именно и происходило, да? Такие вот квартиры, вот в таких домах люди получили, в 95-м году где-то. В 95-м, в 96-м до дефолтика. Блин, пугают меня будильникам. А дефолтик, короче, дефолтик пришёл и все вот эти стройки, панельные убил, вот. Так что дефолтик, это грустно, да? Вот. Но практически всё, что было убито, сейчас перестроено, да? Вот. Что в дефолтик 90-каких-то годов, да? 96-го года, что ли? И 98-го всё уже достроено. Вот они, вот они, вообще новые дома, смотрите. Вот мне они не нравятся нифига. Вот туда можно много-много, действительно, человейникам. Туда можно много-много людей заселить. Ну, в такой плотности, да, что не захочется. Это отстой, если честно. В таком вот доме жить, в такой плотности народа, да? Вот. Там, даже если будет подземная парковка, всё равно это фигово, да? Вот. Вот не нравится мне. Лучше вот такой, человейник. Лучше хотя бы вот такой, да? Вот. Человек. Человейник. Брежневских времён он гораздо лучше, да? Вот такой вот тоже брежневских времён. Не, ну это 90-х годов, короче. Вот это, наверное, 80-е всё-таки, да? 70-е, да? Вот эти человейники, они гораздо лучше. Вот это полноценные, видите? Видите там? Комната и комната с балконом, да? Комната, комната с балконом. Жить можно уже, да? Вот так, да? Вот. Тут какие-то, не знаю, однокомнатные квартиры, скорее всего, полностью в этом доме. А здесь, видите, вот... Здесь по три комнаты, но без балконов, скорее всего. Как-то так, да? По две или по три комнаты, короче. Но без балконов. И с балконами, блин. Ну что, вот это... А, это лестницы такие, да? Это просто подъезд такой. Ты выходишь потом вот так и спускаешься вот так. Круголя наматываешь по этим лоджиям. Нифига, не круто, да? Наоборот, отстой. Вот уж приличные человейники, смотрите. Раз. Но не укажу балкон. Есть, короче, квартира, похоже, однушки здесь. Так, что мы про квартиры, про квартиры, всё. Вот администрация вот этого вот района. Вот она. Я около неё ходил, вот здесь вот прошёл, да? Тут так ветром стал задавать, что я прям дыхание прям мне перебивал даже, представляете? Вот здесь вот, когда я был, да? Так отсюда ветром стал задавать, что вообще жуть. В общем, я поэтому дальше не пошёл нифига. Короче, изначально план был такой. Изначально я планировал... То есть, я вот отсюда, вот тут вот я из метро вышел, да? Я изначально планировал идти прямо вот сюда, вот сюда, да? Вот, вот здесь вот, где перекрыто, да? Я планировал идти, знаете, куда вот до этого пруда дойти. Вот он, этот пруд. Но, к сожалению, я до него что-то не дошёл, да? Но я, вот судя по вот этому виду, я бы, наверное, не особо был очарован этим прудом. Поскольку я всё-таки дошёл до другого пруда на Мичуринском проспекте, да? Вот, на станции Мичуринский проспект. Я дошёл до другого пруда и был им доволен. В общем-то, давайте выкидываться на панораму. Вот она такая, да? Вот она такая. Это какой год? 15-й. Во-во-во, даже в 15-м начали строить, да? Я думал недавно. Быстро строить, нифига. Короче, начинают строить за 5 лет, и за 5 лет это делают, вот. Вот, это нормально. Так, что изменилось? Тут какое-то здание выросло, да, с тех пор. И здесь... А, администрация есть, всё нормально, всё по-старому, то есть. В основном всё по-старому, да? Только вот тех человек, наверное, нет. Нету тех человек, про которые я говорил, скорее всего, на тот год. А вот эти вот дома из середины 90-х, они есть. Вот, всё-таки Брежневки. Не Брежневки, блин, я их называю Брежневками почему-то. Вот эти вот из 80-го года, они будут милее, чем вот эти вот из 90-х. Как-то вот мне больше нравятся вот эти, постарее чуть-чуть они. Вот они больше тут, условия жизни лучше всё-таки, да? Вот, давайте пойдём, короче, до пруда. Хотя бы по вот этой панораме дойду до пруда. Да? Короче, вот расскажу про Москву. Главная страшилка, да, пугают вот этими районами, окраинами. Типа там гопники, гопники. А вообще нет никаких гопников, да? Вообще ни одного нигде нету, да? Представляете? Единственный гопник, который тут был, это я. Вот. В общем-то, да, вот. Видите, народ ходит просто, да? Где они тут сямки лузгают? Это уже не модно, да? Такого уже нету, да? Представляете? Они сами себя уже грохнули давно, эти гопники, так что гопников нету, да? Они за сотым километром было, были, да, 10 лет назад. А теперь их, наверное, вообще уже нигде нету. Ну, а просто алкашам им и так деньги хватает, да, денег хватает. И они вполне это самое справляются. Да, они ничего ни у кого не требуют, да, только сигарет стреляют. Сигарет всё-таки дорого, да? Вот и всё. Сигареты лучше любят они пострелять, конечно же. Вот. Надоели это, достали, конечно, вообще, да, стреляют сигареты, да? Но не гопники, просто какие-то алкаши стреляют в сигаретку. Это беднота, да? Вот. Вот, смотрите, видите, какие лавочки, какой парк прикольный. Опять детская площадка современная, это всё мы видали. Но в Москве, вот главное, в Москве это хорошие парки, особенно в таких удалённых районах. Вот тут вот есть где прогуляться, такие аллейки. А в других городах, конечно, бы всё застроили, вот нафиг. Вот дом пацанов, смотрите, какой-то. Где был автосервис, похоже, под снос. Видите, какой домик, который портит весь вид. Конечно же, его снесли, наверное. Где пруд-то у нас, а? Где у нас пруд-то здесь? Вот здесь был. Очень не вижу нифига. Где-то пруд был. Куда-то я его... А, он дальше будет. Я думал, ближе, блин. Вот, смотрите, клумбочка какая вообще, смотрите, да? Смотрите, классная, классная. Нормально, нормально. Так бы я и сказал, короче, про неё. Право на образование, на отдых. Короче, какой-то социальный граффити. Да, тоже это московская тема, да? Нигде больше особо не практикуется, да? Социальный граффити. Вот. Вот, смотрите, как идёт. Вот, смотрите, как идёт, да? Вот. Тётя Крюша. Смотрите, как идёт. Сумку тащит. Эх ты. Ноги натренировал. Представляете, видите, как, да? Натренировал. Лапы, да? Жирного голубя обойдёт. Она запросто, да? Вот, лягнёт, так вообще перелом будет, короче, у меня. Я думаю, вот, вообще. Вот, действительно, она действительно ходит, как этот самый Google Fit советует. По 10 тысяч шагов. Вот, это я всё, что-то ленюсь. Купил себе этот Google Fit. Мебандину, да? И только начинаю по 8 тысяч шагов ходить в день. Вот школа, нормальная, московская школа, обычная. Обычный район, вот, обычная тоже. Вот, всё-таки их буду называть новостройками, короче. Давайте вот так проделимся. Окончательно всё-таки с этими домами, да? Старый жилой фонд, это до 90-го года, после 90-го года новый. Вот этот дом, он выдан, наверное, сдан был в 93-м году. Ну, ну, и что? Вот. Он считается новым. Ну, новый дом-то. Это уже практически-то Ельцинка. Это Ельцинка, блин, есть. Ельцинка, блин, уже. Похоже на советскую, но Ельцинка, видите, да? Будем считать вот так, короче. 90-й год. Разделение старого жилья на новое, короче. Вот так. То есть, тут всё в основном новое. То есть, Бутово, например, Бутово, вот эта Бутовская, Бунинская аллея, вот эти все станции, да? Они тоже будут считаться как новостройки, поскольку они вообще там под 98-м год построены. Только там они называются почему-то Лужковскими, да, блин? Потому что господин Лужков всё продвигал, строительство жилья именно там. Непонятно почему. Кто знает, тот это самое. Отпишитесь, да? Я забыл просто уже историю, давно читал. Давно читал, вникал, уже забыл. А пруд классный вообще, вот летом. Этот пруд, пруд классный. Плуд. Плуд. Грут. Лут. Это в игре лут, в Доте 2. А тут не надо мне, во. Во, рыбак какой-то сидит. Глопник, не глопник, рыбак. Глопников нет у спаны, да? Есть рыбаки, да, они что-то пытаются там выловить какую-то рыбу на халяву. А рыбы-то там и нету. Потому что таких рыбаков полно, да? Вот, они уже всё, они уже всё выловили. Чего там, они сидят просто как дураки, просто им делать нефига. Они просто удочку закидывают в пустой водоём и сидят, выжидают чего-то, непонятно зачем. По-прежнему продолжаются вот эти вот крашеные лавочки. Очередная школа. Это тоже черта Москвы. Короче, в каждом дворе по школе. Тут их даже две. Первая школа вот эта, смотрите, да? И вторая школа. Две школы во дворе. И это лайк. И это лайк. Высших учебных заведений, конечно, гораздо меньше. А школа в каждом дворе, это прикольно. Во, Эвригуд. Эвригуд, короче, детская площадка, на которой можно качаться даже взрослым на таких лавочках. Это вообще супер лайк. Супер лайк. Войти дальше продвигаться, как я продвигался. Вот, тут бы я уже думал, наверное, назад идти, да? Вот в этом месте я бы думал, что назад идти надо. Вот, поскольку тут всё однотипно дальше будет. Так что давай метнёмся куда-нибудь вообще по этому району. Вот, во двор или в подворотню, куда-нибудь вот сюда. Вот. И мы попали в обычный, обычный московский двор. Нечего тут даже говорить. Они все выглядят одинаково в таких районах. Их даже нечего обсуждать. Вот, смотрите, кто не видел. Вот и всё, обычный московский подъезд. Всё обычное, всё как и везде. Будет в любом районе, даже обсуждать нечего. Вот, кто в Москве не был, тому, может, интересно. Давайте ещё метнёмся. Вот какое-то здание непонятное для нас. Вот. Во, во, чё это такое за штука-то? Чё, это качели совсем маленькие, что ли? Чё это такое? О, непонятное, короче, да? Но детская площадка новая, всё круто. Короче, обычный московский двор опять. Мало того, что там школы бывают в дворах, да? Там бывают всякие вот эти теплопункты. Это называется теплопункт, да? В этих дворах, да? Не скажу, чем конкретно они занимаются, вот эти теплопункты, в общем-то, да? Вот. Но каким-то распределением, открытием, перекрытием воды, да? Распределением и её доводкой, да? С самых верхних этажей, чтобы в каждом подвале не ставить насос. Хотя иногда бывает, что, скажем, подваль нас вот ставят, да? Вот. Как-то так, да? Да, и там ещё электроэнергия в этих теплопунктах ещё. И электроэнергия распределяется между домами, да? То есть там резервные выключатели, да? Не только на счетовой, а ещё и там бывают. Но не во всех, не во всех. Давай дальше пройдём, куда бы я точно не дошёл никогда в жизни. Вот, смотрите, да, вот. Всё как обычно, да? Всё, вот, в общем-то, как в этих районах, везде одинаково. Хорошие районы для жизни. О, хорошие, вот. Видеоблогеры сидят, вот. Только далеко их не видно почти, да? Хорошие районы, всё очень отлично, да? Вот здесь вот, например, вот видите, да? Обращаем внимание на дома. Вот, тоже. Тоже сдано в конце 80-х, в начале 90-х вот это всё. Это не 70-е годы. 70-е годы это что-то типа того, вот. Вот, вот это 70-е годы. Видите, какая разница, да, большая сразу. Раз. И разница огромная, да, вот. Дом построен в 70-е годы, да? В 70-е. И в начале 90-х, в конце 80-х. Большая разница. Там уже большие кухни, большое всё, да? Там уже всё, что можно, раздельное, да? Разделено, нет никаких вот этих интегрированных выключателей. Около туалета всё там по более лучшим стандартам тут сделано, да? И главное тут вот в этих домах, да, огромные кухни. Вот в таких вот сериях, да? Вот. Огромные кухни. А вот таких вот кухня, как в крущёвке, да? Такой, через 2 метра с половиной. Вот. В общем, вот так, да? Вот. И большие подъезды, конечно же. А там подъезды вообще просто. Двери всё открываются с задней стороны. И всё, подъезд. А тут большие подъезды для почтовых ящиков. Всё такого. Вот. Не знаю, под консьержку. Не, не под консьержку, что они сделаны, да? В основном. Потому что в основном ты заходишь туда, да? Там просто по всем стенам почтовые ящики висят. Так что консьержка всё равно не планировалась вообще никогда в таких домах. Но некоторые дооборудуют, до консьержки. Вот. Обычный московский детский сад. Мне прям вот это настолько, вот это я часто вижу, что мне прям не хочется реагировать, если честно, да? Ну, что мы здесь не видели. В любом районе будет точно такой же детский сад. Они все одинаковые, как все одинаковые. Вот эти панельные московские школы. Как вот эти вот детские площадки. Всё везде одинаково, да? Вот. Как вот эти вот пожарные, вот такие подъезды, которые всегда всё равно перехорожены. Да, машинами. Их может рвать сразу на пять тысяч рублей. Что они тут на машину поставили. Притом этого чувака, скорее всего, машину отнимут. Потому что она и стоит на пять тысяч рублей. Ну, или чуть подороже. До тридцать, не больше тридцати тысяч. Короче, вот так. И вот конец этой улицы. Волынская. Конец этого района. Волынская улица. Давайте на этом и заканчивать. Потому что хватит уже, да? Потому что те же самые виды Москвы. Они так и будут продолжаться. Вот новое. Новое жилищное строительство. Которое говорит уже, что такое не будет возводить, конечно, уже. Но я считаю, это вообще новые дома, да? Правда, у них недостатки. Это лифт, блин. Такой тормозной. То есть, это фирма Уотис, да? Он такой дреной. Или Щербинский. Он такой дреной. Такой тормозной. Такой медленный. То есть, он на один этаж ведёт. За то же время, как до пятого, короче, этажа. В общем. Никакой быстроты в нём нет. Он пока дверь закроет, уже полминуты пройдёт. Вот. Недостаток у этих домов, то есть, у новых, да? Именно лифты. Они, я уверен, это заменит их потом. И будет всё хорошо, да? Потому что пока там последовательность проверки правильности закрытия двери пройдёт, это вообще уже помрёшь, да? От скуки. В общем. Вот. Почтальон есть, смотрите. Офигеть. Какой-то, не знаю. Доставщик. Офигеть. Офигеть. Вообще. Я врегут. Вот. Вот. Такой вот. Такой панорам мы завершаем. Там, оценку мы этому району не ставим. Обычный район Москвы. Короче, на пятёрочку тянет. Мне тут очень понравилось, да? На пятёрочку тянет. Правда, зимой ветер холодный в любое время, наверное, да? Потому что между вот этими домами, да? Он аккумулируется, да? Они его так вот загоняют, да? То есть, ты будешь вот тут проходить всегда, да? И всегда на тебя будет ветер дуть даже, когда вокруг всё будет безветренно, да? Практически. То есть, они один метр в секунду до четырёх усиливают, да? Всегда вот в таких вот застройках, да? То есть, между домами всегда будет задувать. И это единственный недостаток. Вот. Такой серьёзный, да? А это недалеко, кстати, от центра, да? Чего там такое? В общем, до Новом Москве всего ехать где-то минут 15 от этого района. Так что транспортная доступность отличная. Отличная транспортная доступность. Не сказать, что что-то там такое плохо. Вот. Да, действительно. Действительно, я не шучу. Не шучу. С этим метро до центра... Не, до центра Москвы до этого. До центра Москвы Бутова. Вообще недалеко, короче. Тут, наверное, автобус ходит. Можно за 10 минут доехать. До центра Москвы... До центра Новой Москвы. То есть, до Новой Москвы, да? До этих небоскрёбов ехать. Как я говорил, 15 минут. Где-то 15-20 минут по метро. Далее что? И далее там всё. Пару станций до настоящего центра, короче, вообще. То есть, за полчаса до центра Москвы отличный район. Вот. Можно добраться. Не знаю, что тут было без метро. Без метро, конечно же, на автобусах. С каждой остановкой это была задница, конечно же, с одной стороны. Вообще, на электричке кто-то переезжает, да? Это была задница небольшая такая. Локальная жопа, в общем. А теперь, господа. Теперь-то, господа. Всё хорошо. Вот частенькая панорамка. Давайте смотрим. Смотрим. Очередная школа. Очередная школа. Так. Вот. Всё круто. Чё это такое? Поликлиника прямо во дворе. Офигеть. Вот. Она, притом, запланирована здесь, что она будет. Она, наверное, советская ещё. Видите, какая, да? С такими штуками. В общем, всё классно здесь. Тушите, господа, свет.